Здравствуйте, это битновости видеоверсии, я Наталья Тюрина. Обзор главных событий июня в биткоин и блокчейн индустрии. Аналитики и эксперты пристально наблюдают за курсом биткоина. Некоторые из них утверждают, что он может опуститься в цене до 2,5 тысяч долларов. Один из таких экспертов – Луис Каранзо. Он высказал мнение, что даже несмотря на достижение максимальных значений в 2018 году, у биткоина все еще есть запас и для падения, и для роста. Криптовалюта непредсказуемая. Грандиозные взлеты и падения. Смею предположить, что отметка 4,5 тысячи долларов будет минимальной для биткоина. Однако ничего не мешает опуститься и до 2,5 тысяч долларов. С другой стороны, биткоин становится мейнстримом, а это всегда сопровождается ростом. Даже если курс биткоина упадет до 1000 долларов, что помешает ему восстановиться до 14 тысяч долларов. Однако, принимая во внимание динамику прошлых четырех пампов и дампов цены биткоина, цифра 14 тысяч долларов явным образом взят аналитикам с потолка. Ведь каждый последующий максимум после спада был абсолютным. Причин для перелома этой тенденции в биткоины, как средств избережения, постепенно набирающим популярность, пока что не наблюдается. В 2018 году все сосредоточены на регулировании рынка криптовалют. А вместе с большими деньгами пришли и новые правила. Гевин Пану, фондовый аналитиков Лондонской академии трейдинга, считает, что регуляции в конечном итоге приведут к новому бычьему циклу на рынке криптовалют. Центральные банки по всему миру хранили молчание во время безумных взлетов цен на криптовалюты. Они осмотрительно и осторожно проводили изучения и исследования новой технологии. И сейчас все ожидают от них одобрения. Регулирование этой сферы облегчило бы процессы для многих потенциальных инвесторов. Впрочем, Национальные центробанки совсем не против возглавить криптореволюцию. Вспомним, что Банк Великобритании, Таиланда и еще нескольких стран заявляли о намерениях выпускать свои криптовалюты. Интерес к криптовалютам должен вскоре удвоиться. Об этом говорит новое исследование банка ING. Банк провел ежегодный опрос клиентов, охватив более 15 тысяч человек из 13 стран Европы, США и Австралии. 66% респондентов из Европы ответили, что знакомы с феноменом криптовалют. Каждый десятый уже приобрел криптовалюты. Еще 16% заявили, что хотят приобрести их в будущем. Следовательно, уровень использования может быть более чем в два раза удвоен. Учитывая, что треть респондентов Европы о них еще даже не слышали, потенциал роста может быть даже выше. Тем временем, по расчетам банка, треть жителей Европы верят, что криптовалюты и, в частности, биткоин – это будущее онлайн-платежей, что ожидаемо превышает показатели 2015 года. С декабря 2017 по апрель 2018 спекулятивный оборот биткоинов увеличился более чем на 30 миллиардов долларов. Таковы результаты исследования China Analysis. Аналитики сообщают, что 5 миллионов биткоинов или одна треть контролируются тысячью крупнейшими долгосрочными инвесторами и шестью сотнями крупнейшими спекулянтами. Есть мнение, что новые спекулянты, количество которых увеличилось с декабря прошлого года почти на 60%, негативно повлияли на цену биткоина, в результате чего стоимость криптовалюты продолжает снижаться. Биткоин стабильнее других криптовалют. К такому выводу пришел Американский институт экономических исследований. Эксперты сравнили волатильность биткоина и других криптовалют. Биткоин стабильно сохраняет наименьшую волатильность среди самых распространенных цифровых активов. Однако амплитуда курса биткоина по сравнению с амплитудами резервных валют, таких как доллар, евро, иена, фунты или золото, все еще выше в несколько раз. Активы, проявляющие высокую волатильность, менее предпочтительны для использования в качестве платежных средств. Это объясняется по-прежнему низкой капитализацией биткоина относительно перечисленных активов и говорит о том, что биткоин должен пройти еще как минимум через 2-3 хайпа, как в 2017 году. Перед тем, как наберет достаточную капитализацию, колебания его курса к фиатным валютам могут сгладиться и стать сравнимы с колебаниями фиатов друг относительно друга или колебанием цен на золото к фиатам. Важная новость июня. Южнокорейскую биржу Битхам взломали хакеры. В итоге была украдена криптовалюта на 31 миллион долларов. Теперь криптобиржа должна компенсировать потери от хакерской атаки из собственных средств, которые составляют около 450 миллионов долларов. Стоит отметить, что за последние пять лет взлому и атакам были подвержены такие биржи первого эшелона, как MT-GOX, Bitfinex и Kraken. Это говорит о том, что хранение средств на биржах небезопасно. Пользуйтесь аппаратными кошельками и храните биткоины при себе. Биткоин-миллиардеры, братья Уинкл-Восс, наконец-то получили патент на запуск долгожданного фонда ETFI. Как именно запатентованная концепция будет реализована на практике, пока неизвестно. Но известно, что еще с января 2018 года близнецы-миллиардеры пытаются запустить биткоин ETFI. В марте комиссия по ценным бумагам и биржам США отвергла их предложения. Однако теперь им все-таки удалось заполучить патент. Социальная сеть Facebook отказалась от полного запрета на рекламу криптовалют. Теперь предварительно утвержденные рекламодатели смогут размещать контент о криптовалютах и сопутствующих темах, за исключением информации об ICO. Однако для получения соответствующего разрешения рекламодатели должны будут предоставить Facebook данные о лицензиях, листинги на фондовых биржах и любую важную публичную информацию о своем бизнесе. При этом, по словам представителей соцсети, далеко не каждый пройдет эту проверку. А теперь перейдем к российским новостям. В ходе прямой линии президента Путина спросили о том, а будет ли в России своя криптовалюта. Своей криптовалюты у России не может быть по определению. Так же, как не может быть своей криптовалюты в любой другой стране. Потому что если мы говорим о криптовалюте, то это то, что выходит за рамки национальных границ. Это первое. Второе. У нас так называемый майнинг, он не регулируется. И мы, в общем и целом, относимся к этому очень аккуратно. В подавляющем большинстве стран он не является, криптовалюта не является средством расчетов. Там где-то, говорят специалисты, эксперты, где-то в Японии что-то отчасти применяется, но в других странах это не работает. Заметим, что своих обменников в России тоже нет с января 2014. Тогда Минфин выпустил предупреждение об обороте денежных суррогатов, и все обменники моментально переехали за рубеж. Криптовалюта Центробанк и Минфин также предоставили Госдуме совместный законопроект, который устанавливает правила обращения и майнинга цифровых активов. Криптовалюта и токены отнесены к имущественным формам собственности, имуществу в электронном виде. Однако использовать данные средства в расчетах на территории Российской Федерации все равно незаконно. Сделки по купли-продаже и обмену токенов на национальную валюту разрешено совершать только в специальных обменниках, то есть через профессиональных операторов. Майнинг будет считаться легальной предпринимательской деятельностью, облагаемой налогом. Речь идет о сделках по купли-продаже токенов, а если конкретнее, токенов открытых блокчейнов криптовалют, таких как биткоин, эфириум и подобных. Но участникам сделок по-прежнему ничто не мешает совершать их, так как они их совершали до принятия этого закона, а именно на биржах, расположенных за пределами границ Российской Федерации. Не забываем, что движение криптоактивов трансграничное и технически никакими административными мерами и законами не регулируется, потому что открытые блокчейны тем и открыты, что находятся вне регуляций. Об этом не знают или умалчивают наши законотворцы, ведь биржи, ввиду отсутствия благоприятного климата, на протяжении последних четырех лет находятся за рубежом. Так что, похоже, по криптовалютам принимается очередной закон без возможности его администрирования. Сбербанк и Альфа-банк запускают инвест-портфели из шести криптовалют. Они будут состоять из биткоина, биткоин-кэша, эфириума, лайткоина, которые составляют 75% рыночной капитализации всех цифровых активов. Мы хотим предложить нашим клиентам абсолютно прозрачный вариант входа в цифровые активы, полностью соответствующий регуляторным требованиям, которые позволят инвестировать в интересный им продукт в России, заявила заместитель руководителя Сбербанка Анна Иванчук. Впервые житель Алтайского края задекларировал доход, полученный от продажи криптовалют, сообщает Федеральная налоговая служба. Мужчина заработал эти деньги, выступая как криптовалютный трейдер. Правда, какую сумму он указал в декларации, не уточняется. Но согласно статье 228 Налогового кодекса РФ, налогоплательщики, получающие доходы от обращения криптовалют, должны самостоятельно декларировать свои налоговые обязательства в рублях. Молдова будет использовать блокчейн в борьбе с торговлей людьми. Молдова является центром торговли людьми в Европе, а правительство в течение десятилетий не может справиться с этой проблемой. С помощью блокчейн-системы цифровой идентификации личности теперь ее могут решить. Децентрализованный реестр будет определять личность человека, находить родственников и оповещать их в экстренном случае. Хирург-онколог Андрей Павленко считает, что в России можно снизить статистику смертности от онкологических заболеваний при помощи блокчейн-системы. Она поможет выявлять заболевания на ранних стадиях. Хирург уверен, что исправить онкологическую ситуацию в России можно путем обнаружения заболеваний на ранних стадиях при помощи скрининга и последующих медицинских обследований. Внедрение реестра, в которые будут работать в каждом лечебном учреждении и аккумулировать все данные, очень необходимо. С этим поможет справиться блокчейн. Я выступаю за создание общего реестра всех врачей-хирургов. У каждого из нас должен быть свой индивидуальный номер с конкретным перечнем операций, с указанием всех исходов лечения и осложнений. Это будет закрыто от широкой общественности информация, и она должна использоваться не для того, чтобы кого-то назвать плохим хирургом, а для того, чтобы выехать к нему и посмотреть, в чем проблема. Чтобы врачи были заинтересованы в достоверности первичной документации, должна измениться позиция Минздрава. Блокчейн находит широкое применение в системе здравоохранения. В мае губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял о планах внедрения технологий блокчейна. В апреле в Великом Новгороде состоялся запуск блокчейн-проекта по мониторингу оборота лекарственных средств. Мировые корпорации также все чаще упоминают слово блокчейн в своих планах развития. Аналитики сообщают, что по крайней мере 6 из 10 корпораций уже занимаются разработкой собственных блокчейн-сервисов или задумываются о применении этой технологии. Ранее Бит-новости сообщали о том, что Майкрософт и Амазон рассматривают возможность включения блокчейн-технологий, но пока этого не произошло. Говорят, корпорации пытаются засветиться на фоне всеобщего криптовалютного хайпа. Так, например, Huawei запускает линейку смартфонов со встроенным биткоин-кошельком. Но не окажутся ли приватные ключи от адресов этого кошелька в руках похитителей вместе с возможностью распоряжаться всей криптовалютой? Рынок криптовакансий растет активнее курсов биткоина. Спрос на специалистов вырос в 11 раз. Об этом свидетельствует статистика российских сервисов по подбору вакансий. Специалисты в области блокчейна, майнинга и криптовалют по заявлению аналитиков, рынок труда до сих пор не может полностью удовлетворить спрос в них. Редкие эксперты в этой сфере пользуются большим спросом и компаниям приходится за них конкурировать. Ранее в этом году компания IBM заявила о том, что готова принять на работу 1800 специалистов по блокчейну. Согласно программе «Цифровая экономика», затраты на воплощение которой оцениваются в 100 миллиардов рублей в год, в России к 2024 году должны появиться 10 высокотехнологичных и конкурентноспособных IT-компаний. 500 малых и средних компаний, специализирующихся на цифровой экономике. На сегодняшний день Россия занимает лишь 27 место из 35 в рейтинге по уровню инноваций. Российский кинематограф предлагает поучаствовать в ICO по сбору средств на экранизацию фильма Виктора Пелевина «Ампир В». При этом компания с интересным названием «Баблос Интертеймент» заявляет, что их цель – не просто снять фильм. «Мы создаем модель финансирования кино с помощью технологии блокчейн и смарт-контрактов, которая будет работать после премьеры фильма «Ампир В» в виде платформы «Баблос», – глазит сайт компании». Кстати, в начале июня Константин Хабенский также заявил о запуске собственной блокчейн-платформы для привлечения средств на съемки кинофильмов. Также продюсерская компания «Леонардо Ди Каприо» готовится выйти на ICO. С помощью первичного размещения токенов планируется собрать до 40 миллионов долларов. Криптовалюты даже добрались до консервативного театра. Первый в мире спектакль, профинансированный биткоинами, представят зрителям Лондонского театра в августе. Театральная постановка по пьесе английского драматурга Алекса Уатса «Силк Роуд» привлекла финансирование в биткоинах от анонимного поклонника. И на сегодня это все. Следите за новостями, подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго. Увидимся.